Это новости на Хабар 24. С вами Единара Саду. Здравствуйте. Президент Казахстана Касамжумар Тукаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан. На понедельник запланированы двусторонние встречи с Шавкатом Мирзиёевым и участие в торжественной церемонии открытия Года Казахстана в Узбекистане. О том, как Ташкент подготовился к приезду главы государства, расскажет Иван Тулинов. Борт номер один приземлился в аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова. И сразу же при въезде в город становится понятно. Гостей ждали к визиту, тщательно готовились. Здесь установили флаги и билборд с персональным приветствием Касамжумар Тукаева. Вдоль этой улицы и в целом в узбекской столице можно встретить вывески с приветствиями казахстанской делегации. Этот визит Касамжумар Тукаева носит статус государственного, то есть высшего в дипломатическом протоколе. Он проходит по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. У трапа самолета главу Казахстана встретил премьер-министр Абдулла Арипов, министр иностранных дел Абдул-Азиз Камилов и мэр Ташкента Джахунгир Артыходжаев. Основная работа запланирована на понедельник. Главы государств обсудят планы совместного сотрудничества, в том числе в рамках международных организаций. Ожидается принятие совместного заявления и подписания двусторонних договоров в экономической, социальной и культурной сферах. По оценкам политологов главы государств основное внимание уделят логистическим вопросам. Узбекистан прорабатывает вопрос открытия коридора Узбекистан-Туркмения-Иран-Катар с конечным выходом на порты Персидского залива. Эта тема очень интересна и Казахстану тоже. Казахстан и Узбекистан, исходя из этого, они просто обречены на интеграцию, на кооперацию в осуществлении каких-то крупных инфраструктурных проектов. Ну и, естественно, на очень тесные связи. Визиту президента Казахстана в Узбекистане уделили большое внимание. Накануне местные печатные издания «Сальфсозе», «Народное слово», «Нурлжол», «Правда Востока», «Овозы Тожик» опубликовали интервью с Касымжумартом Токаевым. В нем глава государства рассказал о казахстанско-узбекском сотрудничестве. На местных телеканалах запущены промо-ролики о взаимоотношениях между двумя странами. Накануне визита Национальное информационное агентство Узбекистана объявило о запуске специального раздела, в котором будут публиковаться новости на казахском языке. На сайте также говорится, что решение принято в том числе в связи с объявлением в стране «Года Казахстана». В эти дни жители Ташкента смогут оценить тех, кем гордится Казахстан. В здании фонда «Форум культуры и искусства» выступят Алибек Днишев, Айман Мусахаджаева, Майра Мухаммед-Казы и Димаш Кудайбергенов. Концерт даст старт событиям, посвященным Году культуры Казахстана в Узбекистане. Иван Тулинов, Омребек Азимов, Асхат Азаритханов. При поддержке телерадиокомплекса президента Республики Казахстан из Узбекистана. Эффективное двустороннее взаимодействие Казахстана и Узбекистана – важный фактор стабильности, безопасности и устойчивого развития Центрально-Азиатского региона. Об этом президент Казахстана Касымжумар Токаев заявил в ходе интервью Национальному информационному агентству Узбекистана. Цитирую. Страны, не имеющие выхода к морю, будут ее совершенствовать и дальше. Проведение досрочных президентских выборов – верное решение казахстанского руководства. Такое мнение высказал южнокорейский политолог Ким Сан Чхоль. Эксперт отметил, что в Южной Корее пристально следят за политической обстановкой в Казахстане. По мнению политолога, президентские выборы направлены на улучшение ситуации в стране. Ким Сан Чхоль уверен, что после избрания нового главы государства увеличится объем южнокорейских инвестиций в казахстанскую экономику. Президент Токаев пообещал провести справедливые и открытые выборы. Поэтому важно активное участие граждан. Ведь настоящий лидер рождается только при поддержке народа. Думаю, досрочные выборы сыграют важную роль в социальном развитии Казахстана. К другим темам МАА-7 откормочных комплексов откроют в этом году в Алматинской области. Новые предприятия обеспечат увеличение экспорта мяса. В прошлом году в Избекистан, Кыргызстан и Объединенные Арабские Эмираты было отправлено больше тысячи тонн продукции. По словам специалистов, в этом году объемы вырастут в три раза. Подробности у Гульнар Жантасовой. 600 голов абердин ангусов и казахской белоголовы содержатся на откормочной площадке одного из крупных крестьянских хозяйств Панфиловского района. 20 лет здесь занимались выращиванием зерновых культур. Несколько лет назад решили разводить племенной скот. Отрасль оказалась прибыльной. Теперь здесь строят большой откормочный комплекс. Здесь мы будем содержать до 2000 голов скота. В ближайшие годы хотим запустить мясокомбинат, а продукцию поставлять в Узбекистан и Иран. У нас есть своя кормовая база, поэтому есть возможность без больших затрат выращивать скот. У нас в районе работает 15 мелких откормочных площадок. В этом году строятся еще две, каждая на 1500 голов. Есть возможности экспорта мяса. Кроме того, в одном из хозяйств возводится современная молочно-товарная ферма на 2000 дойных коров. Будет увеличено и производство молока. В последние годы в Алматинской области основано около 100 откормочных площадок. 16 из них крупные. В них содержится от 1500 до 2000 голов племенного скота. В этом году здесь запустят еще 7 комплексов. Это даст возможность увеличить поставки мяса в зарубежье. В прошлом году при плане 1000 тонн экспортировали 1050 тонн. Задержка идет в том, что закупочные цены в этих государствах, в соседних государствах ниже, чем наши. Поэтому у нас пока фактически 85 тонн мы сдали. 50 тонн уже живым весом в Узбекистан отправили. На днях еще договор составили на 200 тонн. До конца года будем реализовать 4000 тонн. Пока отечественная говядина поставляется в Узбекистан, Кыргызстан и Арабские Эмираты. С этого года будет налажен экспорт мяса и виран. Гульнар Жантасова, Узас Байбусынов, Хабар, 24, Алматинская область. Теперь о том, что происходит в мире. В Пхеньяне отпраздновали избрание Ким Чен Ына на новый срок в качестве председателя Госсовета. Тысячи людей вышли в центр столицы на торжественный митинг. Среди них были высокопоставленные чиновники, военные, а также обычные жители столицы. Перед собравшимися выступил председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Цой Рэн Хэ. Формально именно он считается главой государства, но на деле выполняет представительские функции. Ким Чен Ын в очередной раз возглавил Госсовет в пятницу. Он также получил новый титул – высший представитель всего корейского народа. Накануне Ким заявил, что если Вашингтон направит ему справедливые и взаимоприемлемые предложения, то он готов в третий раз встретиться с президентом США Дональдом Трампом. В Палестине к присяге привезено новое правительство. Его возглавил Мухаммед Шая, соратник Махмуда Аббаса по правящему движению ФАТХ. На этом посту политик сменил беспартийного Рами Хамдалу, чей кабинет технократов создавался в неоправдывающейся надежде на восстановление контроля над сектором газа, где правит радикальная оппозиция Хамас. Члены этого движения уже назвали новое правительство сепаратистским и дали понять, что не признают его легитимным. Самолет столкнулся с вертолетом в аэропорту на востоке Непала. В результате ЧП погибли трое человек, еще четверо пострадали. Инцидент произошел неподалеку от города Лукла, перевалочного пункта для туристов и альпинистов, направляющихся в окрестности Эвереста. Как отмечают работники воздушной гавани, на момент аварии в самолете не было пассажиров, иначе число жертв могло быть значительно больше. Что стало причиной крушения, пока неизвестно. Гульжан Сарсенбаева – лучший врач-педиатр Алматы 2018 года и победитель республиканского конкурса «100 новых лиц Казахстана». Любимую работу с маленькими пациентами героиня нашего сюжета совмещает с научными исследованиями в области педиатрии. Гульжан Сарсенбаева более 20 лет работает в научном центре педиатрии и детской хирургии города Алматы. Диагностирует, оперирует как новорожденных, так и пациентов постарше. Желание углублять знания в медицине мотивировали Гульжан двигаться дальше и получить грант на обучение по госпрограмме «Булашак». Закончив аспирантуру одного из престижных медицинских вузов Москвы, она вернулась в родной город и продолжила практику. Спустя некоторое время ее ждала приятная новость. Проект «Стул новых лиц» подала заявку, это ассоциация «Булашакеров». Меня попросили написать о своих последних достижениях с момента возвращения меня в Казахстан. Я написала краткую информацию, что после окончания аспирантуры в Москве я вернулась в свой любимый научный центр. Когда началось активное голосование, мои близкие, пациенты моих родителей начали мне отправлять сообщение, что мы за вас проголосовали. Сейчас Гульжан Сарсимбаева занимается научной работой, выезжает в регионы. Медицина Казахстана направлена на профилактическую медицину, то есть на медицину персонифицированную и профилактическую. В рамках профилактической медицины наш центр совместно с Карагандинским медицинским университетом исследует здоровье школьников. «Мы выезжаем в сельские школы регионов Южно-Казахстанской области, Алматинской области, города Алматы, проводим изучение здоровья школьников и физическое, психоэмоциональное состояние. Мы формируем рекомендации». Также в планах Гульжан защитить докторскую диссертацию и продолжить внедрение современных подходов в диагностику. По мнению врача, кардиохирургия, кардиология и ультразвуковая диагностика должны быть единой дисциплиной, и каждый хирург должен владеть всеми инструментальными методами. Эти вопросы главные в работе доктора Сарсимбаевой. Владимир Бовкис, Аллуа Маханбет, Мухит Кудыгбаев, Алматы, Хабар-24. 300 тысяч голландских тюльпанов зацвели в Туркестане. В декабре прошлого года их высадили на центральных улицах и вокруг мавзолея Хужахмета-Ясауи. А чтобы город стал еще зеленее, фонд пополнит и сотни из тысяч саженцев. Подробности у Рауля Габитова. Новый статус кардинально изменил Туркестан. Сейчас областной центр активно застраивается многоэтажными домами, культурными и социальными объектами. Особое значение придается и озеленению. Вокруг города начали формировать зеленый пояс. На 320 гектарах посадили саженцы карагача, миндаля и абрикоса. Зацвели и тюльпаны, которые окрасили Туркестан в красно-желтые цвета. Тысячи декоративных сортов призваны не только преобразить город, но и привлечь как можно больше туристов, считают специалисты. Поэтому до конца весны планируется высадка еще 350 тысяч саженцев цветов. Цветы сделали наш город красивее. Сейчас улица на въезде в Туркестан полностью украшена тюльпанами. Все это делается для горожан, поэтому и мы должны следить за чистотой и порядком в городе. В Туркестане высаживают и новые деревья. За счет городской казны было приобретено 100 тысяч саженцев деревьев, половина из которых – павловния. Это одно из самых быстро растущих деревьев в мире, которое используют для изготовления мебели и музыкальных инструментов. Всего на озеленение города выделено 320 миллионов тенге. Саженцы павлони мы привезли из Сарагашского района. Дерево за короткое время достигает огромных размеров. Помимо этого мы сажаем карагач и тополь. Работу по высадке деревьев мы начали в марте. Закончим в конце апреля. А накануне городской Акимат объявил конкурс на самый чистый двор. Таким образом, чиновники планируют вовлечь в наведение порядка всех горожан. Рауль Габитов, Ербулат Абитшев, Хабар, 24, Туркестан. На этом пока все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова